Наверняка, если вы интересовались природой гравитации, то вы видели великолепную схематическую картинку, где этакий массивный объект находится на ткани пространства времени, которая больше похожа на натянутую простынь с клеточками. И этот массивный объект при воздействии на эту ткань пространства времени образует этакое углубление, похожее на лунку. Дальше гравитация объясняется посредством того, что прочие массивные объекты в эту лунку, скажем так, скатываются. Даже если согласиться с этой теорией, остается главный вопрос. А что, собственно, в результате такого воздействия деформируется? Чем с физической точки зрения является такая деформация? И что значит по-простому вот это вот искажение пространства? На связи Юрий Трифонов, и сегодня мы попробуем разобраться в очень интересном вопросе. Как представить себе и как для себя просто объяснить искажение пространства времени, которое можно встретить, ну, наверное, практически в любой научно-популярной статье, касающейся этой темы. Наверное, для того, чтобы понять, чем является искажение пространства времени, нужно сначала, собственно, понять, о чем является пространство в физическом смысле этого слова. И здесь возникает огромное количество сложностей. Дело в том, что как такового объяснения и описания физической природы пространства не существует. В общем-то, наверное, правильно было бы говорить пространство-времени, но мы исходим с того, что пространство неразрывно связано со временем, и время это одно из сопутствующих измерений. Поэтому слово время мы использовать не будем, просто для упрощения повествования. Ну и что, собственно, получается? Когда мы что-то физики изучаем, нам нужно представить какую-то понятную и доходчивую аналогию. Собственно, я рекомендовал такие методики, когда рассказывал про то, как понять физику. Таких роликов на канале несколько есть, и в книжке я про это писал. Так что вот это обычная и простая логика, которая очень сильно помогает в таких случаях. И вот в данном случае тоже хочется найти какой-то эквивалент. Можно представить себе пространство с помощью сопоставления его с какой-нибудь сахарной ватой, например, которая намотана на палки и обладает объемом, обладает плотностью, обладает материальностью. Ее можно пощупать, ее можно потрогать. Ну и, в общем-то, понятно, что это материальный физический объект. Можно ли так говорить про пространство, которое мы используем в случае изучения более глубоких теорий? Давайте сначала поговорим вот о чем. В физике очень часто используется математика. Физика с математикой вообще очень плотно взаимосвязаны. И говорить о том, что физика существует без математики или математика без физики, это не совсем-таки корректно. И тот и другой способ описания действительности является попыткой выявить какие-либо закономерности. Просто физика их описывает вот так вот, ну, как сказать, качественно, а математика их пытается описать аналитически. И если вы изучали математику, я думаю, что вы изучали математику хотя бы и в основы, то вы прекрасно знаете, что возьмем, например, синусоиду или какую-либо функцию. Зная параметры этой функции, мы можем точно предсказать, как эта функция, согласно сформулированному закону, согласно сформулированной аналитической записи, будет вести себя в том или ином случае. Можно поспорить, сказать, что не на всех отрезках мы можем это рассчитать, можно что угодно сделать. Тут же можно вспомнить, собственно, явление сингулярности, которое вроде как не существует в реальности, потому что с помощью математического упрощения мы свели всю материю в точку. А говорить о том, что материя стала вдруг точкой, на самом деле довольно проблематично. И сегодня многие физики отрицают вообще существование такого явления, как сингулярность. Есть даже такие опять громкие изголовки, что сингулярность не существует, и что все это догадки. В общем-то, если проанализировать современное описание феномена Большого Взрыва, то кое-где проскакивает мнение, что если бы сингулярность как таковая до начала времен существовала, то и картину мы наблюдали бы сегодня совсем другую. Но это тема совсем другого ролика. И нам тут важно понять, что мы взяли некоторый математический аппарат, и этот математический аппарат использовали. Он мог быть несовершенным, но преимущественно математические, аналитические выражения соответствуют тому закону, который мы записали. Математическое описание физических явлений построено на том, что если какая-то закономерность существует, и ее удалось выявить, то она будет экстраполироваться дальше на весь, скажем так, вариант существования того или иного явления на всю функцию, которую она описывает. И вот тут получается, что математический аппарат помогает нам познавать мир, описывая физику. Мы сейчас разобрали все это не просто так. Очень часто в физике случаются ситуации, когда нужно использовать данные, которые мы получаем из математической записи. Впоследствии эти данные могут оказаться точными, а могут оказаться и не очень точными. И вот теперь проведем параллель с пространством. Пространство у нас это некоторая физическая сущность, которая вроде как все заполняет. Наверное, большое искушение представить пространство, как некоторую пустую комнату, в которой ничего нет, но есть стенки, и в этих стенках можно отложить три привычных нам измерения, но еще и присобачить туда время. Искушение большое, но это неправильно. Важно понимать, что пространство физики – это не совсем-таки физическая сущность. И сладкая вата, которую мы предлагали как вариант иллюстрации пространства, на самом деле ничего не показывает. На самом деле пространство работает совсем иначе. Как ни странно, опять очень хорошо подходит аналогия из мира 3D-моделирования, из мира компьютерных игр. И, как ни странно, человечество постепенно делает то же самое, что когда-то сделала природа. Конечно, это к более глубоким мыслям побуждает, но мы сейчас говорим про физику. Представьте себе рабочую зону в каком-нибудь 3D-редакторе, например, в 3D-максе или в трехмерном автокаде, или тот самый мэровиндовский движок, про который мы уже не раз упоминали, потому что он просто у меня, так сказать, в голове осел. И представьте, что вы пытаетесь какой-то объект из перечня объектов вытащить в рабочую зону. В 3D-максе, я помню, когда в школе его только начали изучать, мы вытаскивали все время чайник, делали его там ржавым, заставляли его там как-то освещаться по-разному. Вот такие вот игрушки использовали. И, в общем-то, та зона, куда мы вытаскиваем чайник в 3D-максе, или там в любом другом редакторе вытаскиваем объект. Чем эта зона является с физической точки зрения? Нет ли у вас аналогии с той самой картинкой, которую мы видим, когда изучаем искажение пространства под действием, ну, в случае гравитации массы? Я посмею предположить, что пространство может вполне себе представлять вот такую вот штуку, которую мы видим в 3D-максе, например. В случае 3D-макса, да и, в общем-то, в случае любой такой трехмерной работы, это вспомогательная сущность, которая позволяет, например, определить координаты, расставить объекты, наделяет эти объекты какими-то свойствами, позволяет эти свойства как-то использовать и как-то менять на практике. И, в общем-то, если мы проведем аналогию между вот этим вот виртуальным рабочим пространством и пространством, которое существует в реальном мире, мы увидим множество пересечений. Скажем, у нас пространство, которое существует в реальном мире, вполне себе может обладать теми или иными функциями. Функциями пространства в нашей жизни являются физические законы. Например, если мы опускаем, грубо говоря, камень с высоты, камень падает. Это значит, что есть некоторая функция, зашитая в движок пространства, назовем это так, которая описывает такое поведение камня. Это прекрасно иллюстрируется и математически, и физически, и, что самое важное, практически. У каждого объекта в реальном пространстве у нас есть ряд характеристик. Как структура, цвет, который формируется в результате правильного отражения света, способность как-то перемещаться и много чего еще. Если вы анализируете область работы трехмерного редактора, то вы видите то же самое. В том же 3D Max тоже есть множество функций, которые можно наложить на объект. Реальная жизнь делает то же самое, наделяя объекты тем или иным свойством. Более того, если так воспринимать пространство, то прекрасно работает и логика Эйнштейна, который говорил, что материя неразрывно связана с пространством, а пространство неразрывно связано с материей. Что эти сущности отдельно друг от друга не существуют, и если есть пространство, то есть и материя. И наоборот. Сюда же подходит логика, что любая материя есть энергия, потому что фактически пространство нам задает некоторое математическое описание того, куда эту энергию закачать, чтобы получилась какая-то твердая штука. И все вот это прекрасно вырисовывается. Я предполагаю, что Эйнштейн и физики того времени примерно так этот вопрос воспринимали. Эти вещи напрямую связаны не только с осознанием самого пространства, как физического явления, но еще и с тем, что, собственно, искажается при искажении пространства как физического явления. Искажение очень просто описать, исходя из того, что у нас есть вот такая вот математическая сетка, которая пронизывает пространство и обладает рядом функцией. Если вы можете представить, как прямая превращается в параболу, то вы также можете представить, как сетка, которая является объемной и которая описывает в нашем случае пространство, искажается, образуя вот такие вот вмятины в пространстве и в пространстве времени. И получается, что все это просто математическая штука, которая так или иначе описывает реальность Кстати говоря, я не сказал в самом начале То описание, которое я вам сейчас предлагаю, это есть мое осмысление Я не претендую на то, что оно обязательно точное Я просто надеюсь, что такой взгляд позволит вам что-то понять и что-то узнать новое Говорить о том, что это обязательно такое классическое определение из учебника нельзя Хотя и составлено оно на основании анализа литературы и на основании анализа множества источников Что же, поговорим еще раз В искажении пространства-время нет ничего сложного, если мы представляем это пространство-время Как некоторую вспомогательную математическую штуку, которая может вести себя согласно запрограммированным законам Тут опять есть пересечение с теорией симуляции, про которую был ролик на канале Я, конечно же, ссылочку оставлю, смотрите, вспоминайте, если еще не видели Хороший ролик, который многим понравился И, в общем-то, пересечений с виртуальным миром получается гораздо больше, чем этого бы хотелось Можно ли к этому относиться серьезно? Ну, так или иначе, математика, которая смогла описать большинство законов физики И математика, которая с физикой неразрывно связана, как бы не упирались те, кто математику не любит Наверное, вполне себе предполагает такую возможность Получается, что искажение пространства-времени при таком раскладе есть некоторая практически математическая функция Которая связана с тем, что, ну, я не побоюсь такой формулировки Движок нашего реального мира подразумевает такое поведение материи Это поведение материи мы пытаемся выявить, когда изучаем физику Это поведение материи мы пытаемся выявить, когда описываем то или иное явление математически И получается, что мы просто идем от обратного Когда мы ничего не знаем, в отличие от создателя видеоигры о движке И пытаемся нащупать тот или иной вариант работы той или иной функции И тогда, да, тогда гравитация может вполне являться искажением пространства-времени А пространство-время может вполне себе являться вот такой вот математической сущностью Существующей для... не то чтобы упрощения, а являющейся таким своеобразным скелетом всего, что происходит вокруг Что ж, друзья мои, подписываемся на канал, если не сделали это до сих пор Поддерживаем телеграм-канал про изобретение Это очень нужно, там нужно 2000 подписчиков И канал очень интересный, поэтому вам понравится Я его веду как творческий Подписываемся на основной телеграм-канал проекта Ну и остаемся с вами на связи Всем спасибо за просмотр Всем всего самого наилучшего И до новых встреч!